Провести в Москве конкурс международного масштаба с огромным привлечением, насколько я знаю, 87 команд похода на участки, заявки. Это редкость для Москвы, это редкость вообще для многих стран. И мне каждый раз кажется, возможно, это все сравнить. Помните конкурсы 80-х годов в Париже, когда серия четыре мощных конкурса проводили с широким привлечением иностранных архитекторов? Если помните, один из конкурсов был именно на парк, парк Левилет. И парк получился шикарный, великолепный парк. Я приехал туда после реализации буквально в первый год. У меня вот эта мощная архитектура, которая родилась, собственно говоря, в таких же ситуациях после проведения конкурса, она меня подавила своей мощью, красотой, невероятными решениями. И мне, конечно, кажется и очень хочется, что здесь случится то же самое. Что пройдет конкурс, пройдет реализация. Реализация, допустим, со следующего года начнется. Смотря какой проект, конечно, но два, три, четыре года на реализацию, и мы все поймем, вот какие мы были умные, какие мы были правильные, что объявили такой конкурс, именно широкий конкурс, не такой не узкокелейный конкурс. Иностранцев привлекли, наших привлекли. Финал, насколько я знаю, там буквально в каждом коллективе наши архитекторы присутствуют. Я очень рад, что Володя Плоткин присутствует со своим ТПУ-резервом. Я в них и сильно верю, и почти не сомневаюсь, что победа будет за нами. Поэтому, конечно, именно такой конкурс надо было провести давно. И более того, я вам скажу, их надо проводить, проводить и проводить. Как вы думаете, повлияет ли проведение конкурса на имидж Москвы в глазах мирового сообщества? Безусловно. Вот это для меня вопрос абсолютно ясен. Если мы до конца, вот в тех рамках, которые определили организаторы конкурса, мы доведем конкурс, чтобы не менялась программа, не менялось условие игры. То есть от начала до конца условия игры оговорены. Вот есть победитель. Этот победитель реализует свой проект. То есть если все будет чисто, все будет цивилизовано, мы одержим, безусловно, большую победу, и в глазах мировой общественности мы будем выглядеть достаточно достойно.